Здравствуйте! В эфире итоговый выпуск программы «Вести дежурная часть Карачаева-Черкесия». Сотрудниками ФСБ по Карачаевой Черкесии задержан гражданин России, подозреваемый в государственной измене. По версии следствия, он инициативно установил контакт с представителями украинских спецслужб, по указанию которых выполнял проверочные задания, передавал интересующие их сведения о событиях и лицах, которые могут быть использованы против безопасности нашей страны. За выполнение заданий задержанный получал денежное вознаграждение. Следственным подразделением Управления ФСБ России по Карачаевой Черкесии возбуждено уголовное дело. Фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В ходе следственных действий задержанный дал признательные показания. Все вещественные доказательства были обнаружены и изъяты. Оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия продолжаются. В Карачаевой Черкесии расследуется уголовное дело в отношении членов преступного сообщества. В группу входили должностные лица, совершавшие противоправные действия с квартирами умерших граждан. По данным следствия, фигуранты подыскивали квартиры в Москве, Московской области и городе Сочи, принадлежащие умершим лицам. На основании предложенных документов нотариусам, состоявшим в сообществе, оформлялись наследственные дела. В дальнейшем незаконно полученное имущество реализовалось, а вырученные денежные средства распределялись между членами сообщества. Жительница Москвы, планируя вступить в наследство умершей родственницы, обнаружила, что собственником квартиры умершей родственницы стал совершенно другой человек, житель Карачаевой Черкесской республики. Стали разбираться, выяснять, как такое могло произойти, и вышли на вот это вот преступное сообщество. По сути, сейчас следствием установлено, что в 2021 году житель республики создал преступную группу и распланировал совершение преступлений. Члены преступной группы, находясь в городе Москве, в Краснодарском крае, в Сочи, собирали сведения об умерших гражданах, у которых не осталось близких родственников, которые могли и намеревались вступить в наследство. После этого, в соответствии с расплением ролей из числа жителей республики, подбирались люди. И наш основной фигурант, он обращался к руководителю отдела ЗАГС, одного из районов республики, который за взятку оформлял задними числами документы об умершем якобы факте, либо вступление в брак умершего, либо об усыновлении умершим подобранного гражданина, заранее подобранного гражданина. Эти фиктивные поддельные документы представлялись нотариусу, который тоже входил в преступную группу. Нотариус оформлял наследственное дело и право собственности на наследственную массу, в основном недвижимость, конечно, интересовала, переходила уже к членам преступной группы. Сейчас членам группы вменяется 17 эпизодов преступной деятельности, в которых получение взятки в крупном размере, мошенничество в особенно крупном размере, служебные подлоги, иные преступления. И предметом расследования являются незаконные действия в отношении на данный момент 11 объектов недвижимости. Расследование не закончено. Говорить о том, что вся деятельность уже группы понятна и выявлена, еще пока рано, оно находится на стадии сбора доказательств. Когда уже вся работа будет проведена, все будет выявлено, уже можно будет тогда говорить об истинных объемах их работы и деятельности. Жительница Черкеска перевела интернет-мошенникам 9 миллионов рублей. Злоумышленники работали по очень четко продуманной схеме. Позвонили жертве, представившись сотрудниками ФСБ. Женщина должна была взять кредиты и перевести средства на так называемый безопасный счет, который ей откроют. Мошенники использовали данные реальных сотрудников полиции, ФСБ и других служб, от которых ей якобы звонили кураторы. Апогеем всего этого стала продажа двух квартир по заниженной цене и перечисление денежных средств на тот же самый безопасный счет. Выявительным фактом для срочной продажи послужила информация, что черные риэлторы занялись продажей ее квартир без ее ведома, и она рискует остаться ни с чем. А следовательно, и самой очень короткие сроки необходимо реализовать жилье и поменять катастрофы и номера квартиры. В итоге жительница Черкеска осталась без жилья и с крупным кредитом. Покупатели у них были готовы. Вот прям, вот просто были готовы. То есть они приходили с деньгами, с наличными деньгами. И все это было сделано просто молниеносно. Потом уже, когда вот это все сделано, вот тогда, очень поздно вечером, он был, я бы сказал, был бы по ночам, он позвонил и сказал, что на самом деле они являются гражданами Украины. И оно было сказано даже не в оскорбительном тоне, а в таком, знаете, уничижительном тоне, что это их цель. И что я не то, что там не первая, я уже миллионная. Не хватает стажа для пенсии, выплаты прекратятся. Мошенники придумали новую схему обмана граждан. Аферисты звонят на мобильные телефоны, представляются сотрудниками Социального фонда России и говорят, что человеку не хватает стажа для пенсии и пугают остановкой выплат. Если не предоставить информацию, злоумышленники также предлагают записать гражданина на прием в МФЦ, просят предоставить скан личных документов и подтвердить запись кодом из СМС. Если вы столкнулись с такой ситуацией, знайте, это мошенники. Отделение Социального фонда России по Крачаево-Черкесии настоятельно рекомендует прекратить общение и ни в коем случае не предоставлять личные данные по телефону, не доверять сомнительным предложениям и не пользоваться платными услугами при оформлении пенсии и пособий. Работники Социального фонда не обзванивают граждан, не ходят к ним по домам с тем, чтобы уточнить персональные данные. Поэтому призываю граждан Республики быть бдительными. Все консультации, касающиеся предоставления государственных услуг Социального фонда, можно получить в клиентских службах по месту жительства или пребывания, в многофункциональных центрах. Также можно подать обращение в социальную приемную социального фонда или на портал государственных услуг. Также можно получить консультацию сотрудников отделения Социального фонда по Крачаево-Черкесской Республике по телефону горячей линии 8 800 200 02 61 в рабочие дни с 8 до 17. В Малокрачаевском районе, вблизи населенного пункта «Красный курган» упал легкомоторный самолет. На борту находились два человека. Они погибли. Минераловодческим следственным отделом на транспорте возбуждено уголовное дело по признакам преступления, присмотренного статьей «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта», повлекшее по неосторожности смерть человека. Следователями организован комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств, причин и условий произошедшего. В Черкесске полицейскими задержан водитель внедорожника, который несколькими днями ранее на своем транспорте въехал на каскадную лестницу парка «Зеленый остров». О самом нарушении и его последствиях в сюжете Артура Мхце. Спор с приятелем побудил автомобилиста совершить поступок, который правоохранители квалифицируют как вандализм и умышленное повреждение имущества. Видео стало общедоступным. Часть комментаторов сети интернет сожалели скорее из-за возможного повреждения авто, чем из-за порчи одной из главных достопримечательностей столицы Карачаева-Черкесии. Каскадная лестница является, можно сказать, парадным входом в городской оазис, парк культуры и отдыха «Зеленый остров». Сотрудники госавтоинспекции ОМВД России по городу Черкесску при мониторинге сети интернет выявили видеозапись, на которой водитель автомашины «Ниссан Икстрейл» в нарушении правил дорожного движения передвигается в зоне отдыха, не соблюдая предписания дорожными знаками. Владелец дорогой иномарки заехал на своем автомобиле на каскадную лестницу парка культуры и отдыха «Зеленый остров». Полицейские отследили маршрут автомобилиста, установили его местонахождение, задержали и доставили в ОМВД. Это далеко не первый случай вандализма в парке «Зеленый остров». Ранее под горячую руку любителей покуражиться попадали экспонаты музея военной техники, цветочные часы, лифт. Теперь досталась и каскадная лестница, благоустроенная менее года назад. Приглашаются подрядчики, это будут подрядчики оценивать, будут оцениваться. Конечно, это надо восстановить, потому что в таком виде оставлять это однозначно нельзя, потому что бросаются в глаза прям поломки пуски этих ступенек. Взем подрядчиков, будет сделана оценка. Я думаю, надеюсь, конечно, что будет это все восстановлено. Представители парка настоятельно рекомендуют гражданам бережно относиться к создаваемым для них комфорту и красоте. В противном случае огромная работа по благоустройству региональной столицы окажется бесполезной. Артур Мхце, Вести, Карачаево-Черкесия. Полиция Карачаева-Черкесии проводит проверку по факту наезда на малолетнего ребенка на арендованном электромобиле. В дежурную часть отдела МВД обратилась 38-летняя жительница. Она сообщила полицейским, что на пешеходной зоне по улице Первомайской республиканской столицы на ее малолетнего ребенка совершил наезд электромобиль, в котором находился другой малолетний ребенок. Полицейским установлено, что причиной происшествия стал недостаточный контроль за перемещением прокатного инвентаря, а также необеспечением безопасных условий для эксплуатации со стороны индивидуального предпринимателя. По данному факту проводится процессуальная проверка. Электромашины изъяты в отношении троих предпринимателей, которые осуществляли свою деятельность на центральной улице. Составлены административные протоколы. Россиян, решивших отдохнуть за рубежом, разворачивают на границе. Риск возник из-за ошибок в паспортах. И есть факты изъятия уже в аэропорту. Что нужно, чтобы планы не были нарушены, и как минимизировать вероятность остаться без отпуска за рубежом. Все нюансы темы и почему это может произойти, выяснила Альвина Ламкова. Лето – отличная пора провести больше времени с детьми. А путешествие с семьей за пределы страны дает отличную возможность познакомиться с другой культурой. Отдохнуть от рутины, создав счастливые воспоминания, говорит Лариса Лепшокова. Ее дети Самира и Лейла пришли вместе с ней, чтобы получить заграничный паспорт. Перед подачей заявления на получение нового документа внимательно проверили всю необходимую информацию. Второй раз получаю загранпаспорт. Все очень легко. Через госуслуги поедем в Турцию отдыхать с детьми, с мамой. Вообще без ошибок. Очень внимательные девочки, доброжелательные. Все хорошо, очень нравится. Заграничный паспорт является важным документом, который позволяет гражданам путешествовать за пределы своей страны. Особенно с наступлением летнего туристического сезона идет увеличение количества людей, приобретающих путевки для отдыха за рубежом. Есть несколько причин, почему могут изъять документ. Избежать подобных проблем просто, напоминают в управлении по вопросам миграции. Необходимо самостоятельно проверять свои заграничные паспорта перед выездом за пределы территории страны на наличие опечаток. Поправки к закону о порядке въезда в Российскую Федерацию и выезда из Российской Федерации определили основания для признания загранпаспорта недействительными. Среди критериев – это наличие в документе недостоверных сведений. Согласно уточняющему постановлению правительства Российской Федерации 9 декабря 2023 года номер 2090, сведения в паспорте считаются недостоверными, если они не совпадают с данными, содержащимися в государственной системе миграционного и регистрационного учетов. Как правило, ошибки встречаются в паспортах старого образца. Тех, что выдаются на 5 лет и не содержат биометрических данных. Факты изъятия заграничных паспортов есть и в нашей республике. Их три. Два паспорта выдавались в 2014 году, то есть срок у них уже подходит к концу, в 2024 году. Один паспорт у нас гражданин сам лично испортил, его перепрошил. Расшил и зачем-то сшил. Такой паспорт, естественно, тоже вернули и изъяли. Если все же столкнулись с проблемой изъятия заграничного паспорта, то лучше всего обратиться за помощью к юристу или специалистам Федеральной миграционной службы. Они помогут разобраться в причинах и найти решение проблемы. Но лучше их избежать и наслаждаться поездками за границу без проблем, говорит Ольга Ивановна. В этом поможет правильное обращение со своим заграничным паспортом. Это гарантия безопасности и комфорта во время путешествий. Альбина Ламкова, Виктория Карпенко, Вести, Корчаево, Черкесия. На этом наша информационная программа, посвященная правовым и криминальным новостям, завершена. С вами был Ахмад Халкевичев. Спасибо за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok